Ребят, всем привет! Сегодня у нас распаковка из литуаля золотого яблока Hi Babes и еще один пакет золотого яблока. Сегодня всего по чуть-чуть. Где-то уход, где-то парфюм, где-то... Ой, что-то еще. Я уже, честно говоря, эти заказы копила, копила, и, во-первых, кролик добирается до коробок, во-вторых, я хочу уже начать чем-то пользоваться, но все равно, так сказать, снимаю распаковки, поэтому некоторые вещи складируются, ну, не в месяц, но, в общем, близко к этому. Поэтому сразу начинаем с вами без прелюдий. Начать я хочу все-таки с литуаля. Здесь у меня парфюм, который я заказывала себе в подарок на 8 марта. Пришел он, кстати, только сейчас, недавно, в общем. И я его очень сильно долго хотела. И, конечно, это решение обдуманное, но сразу скажу, покупка очень недорогая, тем более у меня были бонусы на литуале, и я ими с удовольствием воспользовалась. И это аромат от Крусарди. Не собака, к сожалению, очередная, которую я бы, конечно, очень хотела, но аромат такой, знаете, достойный, благородный, который я тоже очень, скажем так, облюбовала в своей голове и много о нем наслышано. Это Крусарди Донна. Сегодня мы его вскроем, и это покупка ароматов слепую. То есть я ориентировалась на какие-то ощущения по нотам, которые там представлены, ну и в целом по бренду Крусарди, который я люблю и который мне очень сильно нравится, импонирует. Поэтому к лету, к весне хотела купить себе какую-то обновочку, ну и порадовать себя тем, чтобы потратить бонусы. Это святое, мне кажется, на ритуале. Вот так вот выглядит великолепная упаковка. Мне, кстати, очень нравится вообще лаконичный дизайн у Крусарди в целом, как марки. Приятный, очень такой итальянский, мне кажется, прям вот как нужно. Красивый. Не знаю, я кайфую от хороших упаковок, прямо иногда даже открывать их в целом не хочется. Хочется просто, чтобы он стоял и ждал, когда еще, не знаю, настанет большее и лучшее время для того, чтобы ты его распаковал. Но время пришло, поэтому мы его распакуем. Ой, ребят, ну он очень красивый. Во-первых, он очень милый и небольшой совсем, видите? Здесь 30 миллилитров всего. Посмотрите, какая красивая миниатюрная бутылочка. Похоже, у меня ассоциации, знаете, какие с какой-то уходовой косметикой, дорогой в отелях, которая стоит. Очень красивая, прям приятная. В нем присутствует нота юдзу. Это цитрусовый такой. Цитрус, в общем, я не помню, какому он конкретно относится. Не к лимонам, по-моему. Вроде не к лимонам. Ну, в общем-то, вот эти все названия, вот лаймшику, мандарин, или, ну не мандарин, а цитрус юдзу, это все вот это вот японское, азиатское, очень красивое, интересное. Поэтому я подумала, что, мне кажется, по описанию, читая, и в целом, по отзывам, мне он очень заинтриговал. Сейчас мы с вами его протестируем. То, что я, то, что я и хотела, очень-очень легкий, тонкий, с кислинкой, деликатный, как шелковый какой-то, не знаю, шарф, или у меня ассоциация почему-то сразу с каким-то шелковым шарфом, повязанным на шею, немножко так вбок, спускающимся с плеча. Я не знаю, почему. Ну, в общем, да, он не навязчивый, он не удушающий, легкий, отличный, миниатюрный. Можно с собой даже сумочку брать. Пока что очень сильно довольна. Слушайте, ну, я прям очень рада, потому что с хорошей ценой, как говорится, это прям счастье. Перейдем к коробочке от High Babe. Я себе скажу так, я в предыдущем видео, ну, не в предыдущем, а до этого у меня было видео про корейскую распаковку, я там, конечно, позаказывала, да, какие-то средства, у меня какие-то сазоны шли, какие-то откуда-то еще, но я определяла на некоторые вещи, очень хотела тоже заказать. И поэтому, как говорится, не буду я себя никогда ограничивать. Если я хочу все попробовать, я попробую и, как говорится, уже успокоюсь тогда. Во-первых, мне очень нравится то, что они кладут внутрь вот эти вот синтепоновые, как называется, вот эти поролоны розовые. Это очень всегда мило, вот эта упаковка, это просто вот уже приятно, да. Во-первых, у меня бренд Анли Аши. Если, ребят, я неправильно произношу, можете меня поправлять, конечно, но, честно говоря, я буду произносить, скорее всего, неправильно, потому что, ну, потому что вот так вот, да. Итак, у меня здесь от Анли Аши карандаш, я помню, я брала для губ и карандаш стик тени. Итак, вот, давайте начнем с карандаша стик тени. Это глиттерный стик. У меня шикардосный просто оттенок, извините за мой язык лавандовый. Вот такой вот просто, я не знаю. Мне он так сильно понравился в сводчах, конечно. У меня есть очень мало, но сияшек есть. Но Анли Аши в целом бренд понравился. Румянами вот сейчас их пользуюсь постоянно, которые я показывала в распаковке. Очень нежные, аккуратные. Сейчас, кстати, они у меня тоже на щеках. Ну, буквально вот их нужно небольшое количество. Они очень супер натуральные, создают оттенок на лице. Он универсально прям подойдет любому человеку, мне кажется. И их очень быстро, знаете, так наслаивать. Они похожи вот прям очень сильно на румяна от MAC. MAC Glow Play Blush. У меня тоже они есть, только в персиковом, в таком песочном оттенке. Вот так вот выглядит у нас карандаш. Упаковка у него бумажная, красивая, достаточно такая симпатичная. Очень приятный, плотный картон, я хочу сказать. Если вот вы берете кому-то на подарок, кто любит Корею, ну вот смело берите, потому что, посмотрите, упаковка. Она бумажная, плотный картон с тиснением буквы. Очень красивый. Здесь вот такой вот вензель с самим оттенком карандаша. То есть сама упаковка даже очень достойная. Вот так вот выглядит стик. Давайте я вам его поверну со всех сторон, чтобы вы видели. Надеюсь, камера сейчас фокусируется хорошо, потому что я не всегда понимаю, когда она точно фокусируется. Это Soft Touch. Это прям вот очень приятно. Бархатный, мягкий. Здесь тоже вот такой фиолетовый, значит, значок этого карандаша. Глиттер номер 6. We Hours. Сам карандашик вот такой вот. Видите, здесь даже буковка. Здесь такие вот циферки, значки какие-то все вместе. Сам стик, ребята. Вот он, видите, фиолетовый, лавандовый, красивый. Прям издали перелив идет. Очень-очень красивый. Действительно такой светло-лавандовый оттенок. Так, глиттер тут по ощущениям, ну, он, знаете, больше даже похож не на глиттер, а на какой-то спаркл, честно говоря. Здесь нету крупных частиц. Вот я трогаю пальцем. Здесь абсолютно мягкая такая история. Вот у меня на пальце даже отпечаталась. То есть комфортно, можно растушевать. Я не думаю, что это будет стягивать века. Конечно, надо пробовать, но в целом. И, ребят, по упаковке, ну, просто это восхитительно. Переходим к карандашу для губ. Опять, давайте посмотрим поближе саму картонную упаковку. По сравнению с предыдущим, здесь цвет картона уже, видите, такой чуть желтее. Немножко салатовый. Вот, но сама упаковка тоже красивая. Тут тиснение такое симпатичное. Это стойкий карандаш для губ. У меня в таком нежном нюдовом оттенке. Номер пять. Love Rose называется. Такая же история. Здесь вот такая вот буква-значок. Сам карандашик. О, он очень мягкий. Он прям как бархат. Прям как масло. Но такое стойкое масло, понимаете, да, чем я? То есть, это прям такая мягкая линия. Можно как помаду матовую. Ну, издали вот так. Посмотрите, как выглядит. Видите? Он уже чуть, ой, темноватее кажется. Но карандаш очень мягкий, я хочу сказать. И приятный. То есть, на губах, мне кажется, будет растушевываться. Хорошо. Хорошо растушевывается. Получается такая, знаете, у вас бархатная. Очень бархатная текстура. Слушайте, нереально мягкая. Я просто в шоке, честно говоря. Очень мягкая текстура. Припыленная такая. Видите, на палец сколько осталось пигмента. Прям карандаш супер пигментированный. Ну, классный. Мне очень нравится дизайн сам. Вот, опять же, повторюсь, на подарок. Ну, потрясающе же кому-то взять. Это просто сказка. Тающий бальзам от Dayzik. Тающие бальзамы. У них очень много оттенков. У меня оттенок, сейчас скажу вам, 0,5. Тоже картонная упаковка. Ну, Dayzik в целом мне меньше нравится именно как по стилистике, чем Анляши, конечно же. Dayzik, он такой прям топорно-женственно-тюшный. Слушайте, с ним нужно очень аккуратно обращаться. Потому что вот я на руку его немножко выдавила. Ну, не выдавила, а сделала сводч. И он уже, естественно, у меня вот немножко как бы поплыл. В хорошем смысле поплыл. Ну, потому что это тающий бальзам. Но оттенок супер клубничный, классный. Мне нравится. Великолепный такой нежный розовый. Вот таких оттенков у меня не было. Корейцы очень любят именно такие оттенки. У них прям хитовые они очень. Именно вот в такой тональности. Яркий, насыщенный такой. Но приятный, сложный, красивый розовый. Запаха, кстати, вот у него нету. У этого тающего бальзама. И мне даже в целом это нравится. Потому что все пахнут. Все такие прям супер сладенькие. А этот просто красивый по цвету. Издали тоже красивый. Преливается очень. Цвет супер. И последнее. То, что я в телеграм-канале у себя показывала. И я хотела это взять. Это лосьон для тела от бренда MediPill. На золотом яблоке его такого нету. Это линейка у них с гиалуроновым комплексом. Увлажняющая. И лосьон для ухода за кожей. Основан на балансе высокоэффективных, восстанавливающих и отшелущивающих активов. Наилегшающая текстура лосьона. Хорошо впитывается даря кожи. Увлажнение, гладкость и сияние. Основные активы формулы обладают влагоудерживающими и укрепляющими свойствами. Повышают и сужают по урелоси. Он разработан влежнему. И использование подойдет всем типам кожи. В том числе чувствительные склоны к раздражениям. Основные компоненты куплены гиалуроновых кислот. Комплекс церамидов и кислот и витамин Е. Я его открыла вверх. И сейчас... Ой, запах, слушайте, просто вообще. Ну вот это запах. Синенький-голубой такой. Запах прям парфюмированный какой-то одушкой. Знаете, а-ля с ароматом какого-то морского бриза. Ну вот что-то такое. Запах такой примерно какой-то. Ну, отшелушивающие частицы я тут вижу, но они такие отшелушивающие. Они такие тут, знаете, незначительные. Маленькие прям, но... Ой, аромат фантастический. Такой, знаете, немножко как будто мужской такой дезодорант. Ну, хороший, качественный прям. Легкий, приятный, нежный. Ну вот, когда распределяешь, видны немножко, совсем чуть-чуть. Я не знаю, видно вам на камеру или нет. Ближе тоже ракурс покажу. Отшелушивающие эти частицы. И, ну, текстура у него действительно гипернежная, мягкая. Меди пил я вообще просто вот влюбилась. Покупаю теперь их средства уходовые, потому что с удовольствием пользуюсь. И у меня стик, бор, токс есть. И у меня есть эмульсия и сыворотка. Я не могу просто и нарадоваться. Во-первых, сыворотку я почти уже закончила. Она классная. И эмульсия с удовольствием уходит на шею и на грудь у меня, на область декольте. Теперь еще лосьон. Глянцевый, сияющий. Запах просто бомбический, мне кажется. И причем, знаете, он такой не агрессивный, такой сильный, а такой в меру спокойный. Бодища. Переходим к золотому яблоку. Здесь как базовые такие очень покупочки, так я называю их расходниками. То, что заканчивается, я их заново обновляю. И то, что небольшая часть того, что я хотела бы попробовать. Небольшой заказ. Как раз, по-моему, здесь и расходники и есть. Да. Так, первое у нас идет молочко-автозагар Clorans. Ну, молочко-автозагар я постоянно обновляю. Как видите, я хожу не белая. И мне нравится, как бы, ходить загорелой. Я лучше себя чувствую так. Потому что не всем идет бледная кожа. Поверьте, мне она вообще не идет. Я обожаю. Я сразу его открою, потому что я им буду сегодня пользоваться. Молочко, мне кажется, это самый универсальный из всех их автозагаров. Капли классно, их надо замешивать. Гель слишком липкий. Вот такой же вот, в такой же тубе только гель. А молочко, оно легкое. По текстуре, по цвету. У него самый минимальный из всех, кстати, автозагарных, вот этих историй, клорансовских запах. У капли гораздо он сильнее. А у молочка здесь еще одушка инжира. Мое любимое двухфазное средство для снятия мягкого, снятия макияжа от Миши. Но это уже какая-то, по-моему, четвертая или пятая банка. В пустых баночках уже лежит одна или две. Я уже не помню, честно говоря. Надо, кстати, их тоже отснять. Великолепное средство для тех, у кого сухие вот веки или, как у меня, чувствительные глаза. Ну, великолепно снимает макияж. Я много что перепробовала. Очень хорошее средство, тоже двухфазное, например, от Клоранс. Но оно стоит запредельно дорого. Оно быстро заканчивается. И оно не такое классное, как Миша. Миша вообще не сушит. И после него просто настолько комфортно себя чувствуют глаза. Вы... Это просто вот до и после. Это большие две разницы. Поэтому вот это средство постоянно обновляю. И буду обновлять дальше. Кстати, у ССМ тоже есть какой-то похожий. Но я еще пока до него не добралась. И последний. Это у нас карандашик от Vivienne Sabo для бровей. У меня закончились практически все карандаши. Последний на исходе Artvisage. Я его скоро совсем закончу. Поэтому карандашик приобрелась. Это уже... Тем более он был по хорошей очень цене. Я взяла в этот раз 0.1 оттенки. Прямо светлым. Потому что сейчас у меня брови довольно-таки светлые. Ну и волосы, соответственно, тоже. Он такого, знаете... Ну, да, для блонда, для блондинок хороший карандаш. Но, повторюсь, они постоянно ломаются. И, как бы, с другой стороны, за такую цену это хороший карандаш. И он тоненький, маленький, легенький. И еще пакет, который стоит уже приличное количество времени. И уже белка до него. Мой кролик почти добралась. Но так поэтому надо распаковывать срочно. Первое, что я оттуда достаю. Здесь не так много, кстати, тоже товаров. Это шампунь из линейки Чи Орган Оил. Ну, это великолепная линейка. У меня есть такая маска для волос, которая тоже уже заканчивается. У меня есть кондиционер, который тоже на исходе. Кондиционеры от Чи. У меня все очень быстро заканчиваются. У меня есть такое масло для волос. Тоже обожаю. Оно не заканчивается, но я его тоже люблю. В общем, самая полюбившаяся, наверное, линейка. Это именно Орган Оил. Великолепная, коричневая вот такая вот. Во-первых, у них упаковка самая мне нравится. Стильная, мне кажется, из всех их линейок. Во-вторых, очень хорошо уплотняющие, питающие для блонда, для поврежденных, обесцвеченных, светлых волос. Самая великолепная линейка. И у него запах, у этой линейки феноменальный. Волосы плотные, волосы увлажненные, волосы напитанные. И, кстати, вот даже несмотря на то, что это питательный уход, он не так сильно вымывает цвет из волос окрашенных. Шампунь взяла в довесок, потому что, ну, у меня уже осталось сейчас у Davinus. Вообще, пользуюсь я Davinus с шампунями двумя на постоянной основе. Это зелененький MoMo, он практически закончился. Вторым я пользуюсь плотным из линейки Oi, но он хороший, но он не то, что прямо на каждый день. Еще я пользуюсь L'Occitane, вот этим Eldo Brazil новеньким. Но он такой, как бы, да, на каждый день, но не прям что-то вау, а хочется базового, более питающего именно для блондов. Так, следующий у меня крем от, опять, MediPill. Это крем для шеи специально предназначенный. Я подумала, что, во-первых, MediPill мне, как бренд, я уже сказала, ну, очень сильно нравится. Он у меня сейчас с вторым брендом, наверное, с стилем Максом, вот, занимает примерно лидирующие позиции по уходу. Я пользуюсь больше всего именно этими двумя корейскими брендами. У MediPill вот этот крем для шеи меня заинтересовал, потому что шеи я в свое время, честно говоря, уделяла вообще очень мало внимания. Мне кажется, все так, знаете, опоминаются лет в 30 и думают, а почему же я раньше не ухаживала за шеей? Хотя сейчас уже девушки молодые, сразу ухаживают за своей шеей. В общем, я опомнилась не так давно, мне кажется, года 3 назад или 4, может быть. Но я пользуюсь кремами, в основном, которые для лица и для шеи тоже. Да, они, наверное, подходят, но мне хотелось попробовать именно, как бы, вот это, потому что на него очень у многих хорошие отзывы положительные. Он, как бы, такой с лифтинг-эффектом, с антиэйдж-эффектом, с разлаживанием морщин. У меня кожа вообще тонкая, сухая. Я, когда пользоваться начала, кстати, эмульсии от MediPill, не только на лицо, но и на шее, на область декольте, у меня кожа значительно улучшилась, особенно на шее. Это действительно факт. Здесь у нас в составе масло, миндаля, витамин Е. В общем, крем предназначен, знаете, для такого эффекта, как бы, возвращения кожи в свое исходное состояние, то есть разглаживания вот этих вот, у кого есть вот эти полосы, эти венера, не венера, уж не знаю, кольца венера, господи. Я не хочу даже об этом думать, но, как бы, скажу так, что да, за шеей, конечно же, нужно ухаживать. Если вы до этого этого не делали, если вы, не знаю, там, вам 18 или 20 лет, начните лучше это делать, потому что, да, это действительно хорошо работает. Сейчас я открою вот эту вот защитную тут такую вот упаковочку. Ну, вот так выглядит сама упаковка крема. Я уже хочу просто побыстрее открыть его, мне интересно прям попробовать. Вот, вот такая большая, достаточно 50 мл, по-моему, здесь баночка. Здесь защитная пленочка, все как нужно. Мы ее тоже снимем. Такая аптечная упаковка, я называю это. И здесь их такой вот значочек. Что ж, откроем момент истины. Ну, такой, мне кажется, еле-еле какой-то аромат уловимый. Очень-очень вязкий, вот я так закрываю и открываю, вот он, видите, прям такой. Очень вязкий, прям чепонька какой-то. Вот такой вот штукой он. Он очень плотный, очень жирненький такой, но прям, я даже не знаю, у меня такого крема не было. Когда он впитывается, получается как будто какая-то такая супер вытягивающая пленка, похожая на средства, которые удерживают влагу в коже. Крема такие есть. Они как бы пленку такую образуют, плотную. Слой как бы не жирный, но чувствуется пленочка. Ну, попробуем в деле, я не знаю, я даже заинтригована, честно говоря. Такая у него консистенция необычная. И второй крем, это уже крем для лица, тоже от MediPill, Пептид 9. Вот такой вот крем. Здесь коллагенообразующие пептиды в составе, в общем-то компонент, точнее, который их как-то вырабатывает, и они, в общем, действуют на вашу кожу. И гиалуроновый комплекс, который как бы разглаживает морщины. Тоже интересно попробовать. Этот крем для сухой кожи, для кожи, которая склонна к сухости, для чувствительной тоже кожи подходит. Мне интересно посмотреть, действительно ли он круто работает или просто хорошо увлажняется. Все равно, как говорится, да, нужно понимать самой. Здесь он вынимается, видите, вынулся с этой штукой. Серебряный, как-то он в ней. Здесь лопатька. Я поняла, лопатька, лопатька, я сказала лопатька, лопатка, лопатька. А, лопатька, а здесь лопатька, лопатька, да что ж такое лопатка? Такой вот сияющий прям, сверкающий. Можно, я не знаю, ослепнуть, потому что лампа стоит, и он отражается, как на солнце прям. Хочу вскрыть, попробуйте вкус понять. Ну, не вкус, аромат, простите. Ага. Ну, это классический их вот этот запах и линейки Пептид 9. Мне очень сильно нравится, но дышать в банку так неправильно, конечно. Ну, да, это их запах. Его текстура, знаете, такая приятная, плотная, но не жирная, а питающая скорее, хорошо увлажняющая. Мне нравится, она прям хорошо впитывается, чувствуется, что будет такое приятное и питание, и увлажнение на коже, и без липкости, без липкости абсолютно. Ну, и запах их классический. В общем, крем я рада. Насчет шейного крема нужно, конечно, протестировать, пока очень непонятно, потому что он слишком какой-то вязкий, и эта текстура, как бы, я даже, честно говоря, немножко так шокирована. В общем, по сути, что, буду пользоваться этими двумя кремами на связке тоже, вместе с эмульсией, сывороткой уже полноценную. По крайней мере, пептидная серия мне очень сильно понравилась, и она действительно работает на моем лице, на моей коже, на моей шее. И последнее, ребят, то, что я забыла сказать, это покупки из подружки. Из подружки у нас еще покупки есть. Начну с первого. Во второй раз я беру сушку экспресс для ногтей. Я про нее писала в телеграм-канале, показывала видео о фаворитах зимы. Потрясающий продукт, средство великолепное. Ее всегда нет в золотом яблоке, но она всегда есть в подружке. У меня рядом с домом подружка есть, и в других местах я тоже видела ее. Она замечательно все время продается в подружке, а в золотом яблоке. Но никогда нельзя. Один раз я только видела ее, и то не успела купить, ее разобрали. Вы не должны ее наносить на такое слишком плотное жирное покрытие. То есть, если у вас тонкий слой лака, она высушит его моментально, как нужно. Но если вы нанесли чуть плотнее, то есть, так постарались, да, или такой двойной слой, то нет. Это уже не получится. То есть, вам нужно... Она рассчитана на высушивание такого тонкого слоя лака одного. Все, и она замечательно срабатывает. Я себе под весну купила еще новый оттенок лака Pin Up. Это у меня оттенок 16. Вот этих вот их мини-лаки, которые... Мини-гель-лак называется у них серия. Красивый, просто на весну фиолетовый оттенок. Кстати, отлично смотрится с моей оранжевой кофты. Противоположные цвета, собственно говоря. Великолепно. Буду делать маникюром. Ну и... Нравятся, кстати, эти лаки. Они очень стойкие. Очень такие хорошие в носке. Не все, правда, оттенки. Но большинство очень хорошо держатся. У меня держатся до пяти дней без сколов, кстати говоря. И многие из них прям очень густые. По цветам очень похожи на некоторые оттенки лаков Essie. Моих любимых. Которых, к сожалению, уже нет. И последнее, это кисточка для нейл-арта. Ну, я ее взяла, потому что я, в общем-то, хочу просто на лето больше и к весне чуть экспериментировать. Не всегда хочется даже каким-то конкретным цветом красить, а поваловаться, как говорится, всегда хочется. И сделать себе какие-то, не знаю, там цветные точки или что-то такое. Или вот когда просто прозрачное покрытие, не знаю, вы наносите, да, на ногти. Хочется какого-то просто, не знаю, нюдового маникюра или цвета. Или какую-то полосочку, может, тонкую сделать аккуратную. С одной стороны здесь вот такая вот кисточка, которой вы можете что угодно нарисовать. А с другой стороны здесь вот такая вот штуковина, которой можно брать какие-то там, не знаю, звездочки или блески. Или, в общем, что угодно и класть на ногти. А потом закреплять прозрачным, например, или каким-то другим покрытием. Ну, такая недорогая. Она стоила, по-моему, в районе 180, что ли, рублей. Супер. Я прям порадовалась. Подружка всегда выручает. Что ж, ребят, на сегодня у нас всё. Вот такая вот небольшая, но ёмкая распаковка. Все средства будут оттестированы, использованы и обозначены на них отзывы в телеграм-канале. Поэтому переходите, подписывайтесь туда. Ссылка будет в описании к этому видео. С вами увидимся совсем скоро в следующем видео. И до скорых встреч совсем скорых, ребят, на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok